ДОСТАЕВСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ПЕЧЕНЬ ДОСТАЕВСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ПЕЧЕНЬ ДОСТАЕВСКИЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ПЕЧЕНЬ в междисциплинарных исследованиях, имеются в виду те дисциплинарные практики, которые перекочевали из одной области исследования в другую. Так, всем известный лингвистический поворот, нарративный поворот, визуальный поворот, поворот антропологический и так далее, культурный, их очень много. Что такое исповедальный поворот? Трудно себе представить, что практика, которая была направлена на искреннюю, совершенно открытую речь, обращенную к Богу, и в западной традиции это был глубоко интимный процесс, вы представляете, да, вот эти исповедальни, в нашей традиции мы исповедуемся батюшке в церкви, как эта практика вдруг совершенно неожиданным образом через несколько десятилетий стала настолько публичной, да, что мы имеем такие страшные шоу, как «Дом-2» с огромным количеством исповедей круглые сутки. Мы имеем огромное количество ток-шоу, мы имеем огромное количество вполне себе качественных глянцевых изданий, которые зарабатывают деньги на исповедальных признаниях Хиллари Клинтона, которая прощает своего мужа. Мы имеем огромное количество тех практик культуры, которые всячески эстетизируют личный опыт, в том числе опыт травматический. Это очень странно. Каким образом, да, произошла эта ситуация? Глубоко личная, интимная, искренняя вдруг превратилась вот в такую масштабированную ситуацию, которая распространяется благодаря культу серебрити и которая оказывается весьма восприимчива к еще одной моде XX века, это моде на травму. Вот я буду сегодня говорить о том, как исповедь стала повсеместной, исповедальный дискурс стал чем-то вроде повседневной практики, как он непосредственно увязался с культом серебрити и как он оказался на одной волне с так называемыми трома стали, исследованиями травматического опыта. Ну, первый слайд, у меня очень мало информативные слайды в основном картинки. Мое предположение, да, почему настолько популярны разного рода исповеди, мемуары, Мик Джаггер пишет мемуары, бесконечные биопики, бесконечная, да, вот какая-то реконструкция печальных страниц биографии знаменитости и не только. Вновь я обращаюсь к запискам из-под поля. Оказывается, рассказать о том, что ты никчемный, маленький, никем не замеченным, это правильно, это модно, это верно. И почему это так? Дело в том, что XX век в особенности поставил человека перед проблемой того, что он не узнал, он один из многих, он человек толпы, он маленький человек, он незаметный. Как о себе заявить? У одного из моих любимых романистов XX века у Джулиана Барца есть странное слово «вопление». Вот исповедь — это такое вопление, да, если раньше человек к Богу обращался, я здесь, я живой, да, я, может быть, страдающий, я ничтожный, несовершенный, ну, пожалуйста, хотя бы обрати на меня в свой злор, то теперь человек каким-то образом пытается вопить, ожидая, чтобы его услышал другой. Да, и здесь разнообразные совершенно варианты. Один из моих любимых знатоков Достоевского, я думаю, вы тоже очень любите, Будя Алина, который не представляет из себя, я имею в виду, вот в плане такого удачной комбинации генов. Он этим не блещет, я имею в виду, физически. Но при этом, да, если вы смотрели его фильмы, то это фильмы, которые такие откровенные исповеди. Он совершенно не стесняется говорить о том, что он маленький, ничтожный, непривлекательный, но при этом бесконечно думает о сексе. Он совершенно не стыдится того, что ему приходят самые стыдные мысли, которые он тут же с экрана нам преподносит. То есть вот тот самый опыт, который обычно в церкви теперь выносится во вне и делает его привлекательным, делает его очень ранимым, делает его индивидуальным, во многом взывает к нашим чувствам, он взывает симпатию. Во многом на этом построены многие исповеди, их огромное множество. Я регулярно слушаю подкасты, и современные популярные романы, особенно для подростков, строятся примерно одним и тем же образом. «Я никем не любил», «Мама, мама, почему ты родила меня таким», «Девушки не смотрят на меня», «Вчера», да я…» И далее, далее по тексту, вот один из самых популярных шведских романов, который бьет вообще все рекорды популярности и продаваемости, построен именно таким образом. Оказывается, вот такой очень сырой, очень травматичный опыт человека маленького, да, он позволяет ему обрести личностный формат, быть узнанным, да, найти какую-то точку соприкосновения с другим, вызвать эмоциональный резонанс. Ну и вот здесь мне очень нравится, что Муди Ален, он, конечно, вышучивает, это доводит до гротеска, все эти наши русские страсти серьезные, он говорит о том, что совершенно нет, очень мало моментов в жизни, о которых он может сожалеть, да, то есть здесь такое выворачивание практики исповеди и признания наизнанку. С признанием по жизни здесь я играю со словом признание, признание, исповедь и признание – это признание у многих. Я уже отмечала эту странную парадоксальную ситуацию, что исповедь из вот этого очень интимного пространства разговора один на один с Богом вдруг становится все более и более публичной, и чем более публичной она становится, тем более она увязывается, да, вот с этим пультом селебрики, тем более она востребована, да, вот в современной пульту. Ну, я думаю, что вы узнали о Круинфри, которое ведет шоу теперь терминологически в разного рода исследованиях, обозначаемых под названием «Confessional Show», да, то есть «Confessional TV», телевидение, которое во многом, да, построено на практике исповеди. Пусть говорят, да, какие-то совершенно немыслимые вещи. У него в гостях был Билл Клинта. Другой вполне себе, ну, я думаю, он много может рассказать. Естественно, самые популярные люди приходят и говорят о том, как они избавлялись от наркотиков, какие были травматические ситуации в детстве. Сама она признавалась о том, о самых неприятных сторонах в своей жизни. Это публично, это вызывает, естественно, большой интерес. И, ну, сразу скажу, это не самая моя любимая тема совершенно, да, я это наблюдаю просто, как культурный феномен весьма неудивляющий. А с другой стороны, это Моника Левински. Это разворот журнала «Venity Fair», да, вполне себе качественный глянец. И очень характерный заголовок «Shame and survival», да, стыд и способность выжить, да, в сложных обстоятельствах. При этом вы видите, насколько эстетизирована эта картина. Да, естественно, понятие стыда связано, да, ну, с какими-то религиозными практиками. Теперь, да, естественно, мы понимаем, что у нас вывернут это наизнанку, и вся фигура, да, Моники Левински говорит нам о том, что она не просто выжила, она во многом эстетизировала, да, свой травматический опыт в каком-то смысле. Он стал, сделал ее фигуру в символическом смысле еще более привлекательной. Я имею в виду, да, вот символический капитал, который за этим стоит. Но обратиться мне хотелось еще к одной теме. Я говорила о том, что так или иначе практика признания, исповедальный опыт, он связан с попыткой обрести человека голос, право на этот голос. И с левой стороны вы видите памятник, который был установлен в 2012 году в Блэдшип-парке, и это Алан Тюринг. Я думала, что вы знаете этого, естественно, компьютерщики, которые здесь присутствуют, знают его отец информатики. И почему это 2012 год? Потому что именно в этом году, вы знаете, Балата Лордов сняла с него обвинение в преступном поведении. Да, согласно поправке Лавушера, он был в 1952 году осужден. И в 1954 году, год спустя, он покончил жизнь самоубийством. Человек, который вскрыл Кот и Нигма, да, мы все смотрели фильм, все об этом знают. Почему в 2012 году? Почему в 2014 году появляется достаточно интересная, да, очень маленькая пьеса крупнейшего британского драматурга Равенхилла, да, то есть такая звезда британская сцена уже на протяжении многих десятков. Она меня сама по себе заинтересовала. Вот она очень оригинально построена там. Насколько я поняла, я слушала эту пьесу, да, вот опять-таки, в научниках, я поняла по вступительному слову, что герой, который изображает Тюринга, абсолютно обнажен. И он говорит с заикающимся голосом, в котором мы узнаем вот это пиканье, да, шифровального устройства, да, кодирующего устройства. И одновременно это нам напоминает код 01, да, который, при помощи которого, да, с помощью которого работают программисты. Вот здесь объединены две темы. Это заикающийся Тюринг, Тюринг, который не мог сказать, да, о своём личном опыте. Тюринг – программист, да, который шифрует, да, в некотором смысле свою тайну, да, или свою скрывающуюся идентичность и одновременно передаёт её в мир. Вот художники таким образом, да, распоряжаются, да, в некотором смысле они заставляют нас услышать, да, чей-то опыт. Таким образом поступают, например, феминистские разные арт-художники, художницы, скорее. Огромное количество совершенно шокирующих, я думаю, вы видели перформансов, которые были популярны начиная с 80-х годов. Кто смотрел фильм «Большой Любовский», там знаменитая, да, эта сцена, эта историческая фигура художницы, которая, значит, из разных частей своего тела выпускала огромное количество, значит, там, краски, совершенно творческим образом, да, такой был флюкс, производила. То есть 80-е годы по части, да, вот этого исповедального женского опыта, она совершенно беспрецедентна. И я обращаю ваше внимание на две вещи. 12-й год, да, снятие обвинения Стюринга, и 80-й год перед вами вы видите книгу известнейшего английского романиста Иэна Макьюина, которая называется «The Imitation Game». И вот здесь любопытный сюжет, и то, и другое, ну, примерно, мы знаем, да, у нас фильм так называется «The Imitation Game», но это разные тексты, они совпадают в одном сегменте. Любопытно, почему здесь мы видим девушку? Это история Кира Найтли, которая в фильме вынесена, да, на второй план. Дело в том, что Иэн Макьюин собирал информацию об Алане Тьюринге, он хотел написать книгу о нём в 80-м году, но затем он понял, что тема гомосексуализма совершенно не пройдёт, да, она не будет воспринята в культуре, она недостаточно ещё явлена, да, и недостаточно она является, да, такой ходовой темой. И его тогда заинтересовали другие вопросы, вопросы феминизма. Он сказал, почему бы не написать книгу о замечательных девушках, которые точно так же активно работали над вскрытием кода «Энигмы» вместе, да, со знаменитыми мужчинами. На гребне феминизма он выпускает книжку «The Imitation Game», где Тьюринг фигурирует в качестве второстепенного персонажа. Совершенно иная ситуация сейчас. Мы видим, что вот нарастание какой-то открытости во многих темах, да, в особенности на Западе, да, она совершенно лейбинообразна, она совершенно открыта, и она совершенно превращается в такое театрализованное, очень хорошо поставленное действие. Здесь мы видим, насколько по-разному, да, скрутки происходят этого сюжета, когда даётся голос тому, кого не слышат, да, да, даётся, в скандальных, исповедальных ситуациях, оказывается, не очень популярна политик, или та маргинальная часть, да, социума, которая хочет быть услышана благодаря, да, вот каким-то откровенным признаниям, откровенным опыту, вынесенному на широкую публику. Далее. Было ли это всегда? Да, было, но, конечно, не в той степени. Я не упомянула о хорошем примере из XVIII века, это, конечно, Жан-Жак Руссо, который в своей исповеди, известнейшей, да, своими невероятными открытиями психологическими, философскими, шокировал, да, свою публику тем, что рассказал о том, что вот беда какая, у него порог мочевого пузыря, который в течение всей его жизни доставляет ему массу холод. Это была беспрецедентная какая-то откровенность, о которой обсуждали, да, вот такие вещи, они были совершенно невозможны. Но и, конечно, Оскар Уайлд. Я, это карикатура, да, эпохи Оскар Уайлда. Вы видите, насколько он выглядит позирующим, да, вот в этом левом круге. После своего трумфального выступления в Америке он был действительно фигурой селебрити, да, то есть вот он во многом первым начал говорить о том, что он является той знаменитостью, которую ждут за каждым столом в аристократическом обществе остроумцев и острословов. И это было действительно так. Пока он не попал, как вы знаете, да, на судебный процесс. И любопытно, если мы начинаем поднимать информацию об этом процессе, это очень все широко представлено, задокументировано, мы понимаем, что этот процесс был абсолютно спектаклеобразным. Он строился как идеальный спектакль. Он строился по законам драматургического действия. При этом сам Оскар Уайлт и то, как о нем говорили, да, и то, как он сам себя вел, при том, что это действительно был серьезный процесс, и после этого, как вы знаете, Оскар Уайлт попал в тюрьму, он режиссировал собственные реплики. Любопытно его судья очень строго спрашивает, ну что, что было? Он отвечает словами Шекспира, да, «This love has no name», да, это любовь, которая не имеет, там, значит, имени, да, вот он избегает, он эстетизирует опыт, да, он всячески показывает, что он поэт. И в некотором смысле поэт заигрался, увы, его осудили. Но даже в тюрьме он пишет исповедь свою тюремную, и эту исповедь, вот вы никогда не догадаетесь, с кем он сам себя сравнивает. Я думаю, догадаетесь, если посмотрите на верхнюю строку, он сравнивает себя с Христом. Вы представляете? То есть Оскар Уайлт в своих и критических работах, да, и в своем творчестве всячески отстаивает идею, что если ты хочешь достучаться до другого человека, ты должен использовать самые, что не на есть трагические сюжеты, а какой он на самый трагический сюжет? Сюжет с распятием Иисуса Христа. Сюжет с непониманием Иисуса Христа. В каком-то смысле он нашел этот коммерческий ход, который и воплотил свою исповедь, он подверстывает под страсти Иисуса Христа. Это совершенно невероятно, да, это совершенно, да, выворачивает логику, ну, классического представления о том, что такое правда. Правда перестает существовать, правда становится спектакльным, правда становится тем, что оказывается доступным и во многом ретранслируемым до бесконечности в широкой публике. Далее, если мы посмотрим еще на парочку фотографий, да, перед нами не Себастьян, конечно, а Энди Ворхолл и его знаменитые фотографии, собственно, дела. Вы знаете, что Энди Ворхолл снимал себя до бесконечности, да, и он был действительно, и остается селебрити, да, то есть вот, собственно, понятие классического, да, классическая селебрити происходит, да, из культа Энди Ворхола. Здесь это реальные шрамы, вы знаете, что с ним произошло, да. В 1969 году в него стреляли, в него стреляла феминистка Валерия Соланс, она попала в него, он пережил ужас и кошмар, вот, и это действительно реальные шрамы, которые были на его теле. Но посмотрите, он их эстетизирует, да, он их демонстрирует, он всячески, да, связывает свой опыт, свою индивидуальность, свой культ селебрити с теми шрамами, с травматическим опытом, которым еще большую значимость придает, еще больше лоск, да. То есть вот вновь мы видим эту сцепку публичности, исповедальности, культа селебрити и травмы. Очень странная вещь. Ну и еще один, да, один кадр, я думаю, что многие узнают, да, это Ватсон из современного фильма. И я не смотрела полностью этот сериал, но мне хватило первой серии, и я просто хохотала, потому что в первой серии показали беднягу Ватсона в состоянии какого-то совершенно жуткого сна, кошмара. По-видимому, он пережил то, что англичане в начале 20 века назвали шелшок, да, то есть контузией или посттравматический синдром. А вдруг Ватсон оказывается на войне, да, у него оказывается печальный взгляд. Он уже не то лицо, знаете, когда снимали фильм наш, «Шерман Коунс и доктор Ватсон», при выборе актера, при кастинге актера на роль Ватсона, режиссер говорил, мне нужен человек с лицом яичницы, да, вот ничего не изображающим. Вот здесь у нас не такое лицо, здесь у нас лицо человека, пережившего травматический опыт. Ватсону приписывается некая история, да, это не среднестатистический доктор, такой вот со стандартным набором мнений, отсутствием воображения, каким он в каком-то смысле дан у Конан Дойля, да, как оппозиция, гениальному абсолютно Шерлоку Холмсу. Здесь это совершенно другая история, и эта история непосредственно те и очень тесно связана с культурой травмы XX века. Я не знаю, может быть, вы с этим не сталкиваетесь, и я надеюсь, что в нашем, наверное, исторически травмированном обществе мы как-то очень счастливые и жизнерадостные люди, но поразительно в западной культуре только лениво не говорит о Холокосте, о травме, о sexual embarrassment, sexual abuse, о разного рода признаниях, о каких-то невероятных травматических ситуациях, которые мы не наблюдаем. Знаете, Байрон когда-то писал в «Человек-городе», «Я буду безутешно ходить по улицам Барселоны». Вот мы, когда туда попадаем, мы не очень безутешно ходим, но почему-то западный человек, он постоянно пишет романы, снимает фильмы, в которых обязательно есть этот сюжет, обнаружьте его, да, сюжет о травматическом обществе. И вновь, да, я обращаюсь к Аллену Тьюрингу и к Кандербэтчу, да, почему именно он был выбран на эту роль. Ну, почему Тьюринг, да, вновь, да, у нас 14-й год, фильм, который выходит уже постфактум, в каком-то смысле фильм-трибьют, да, фильм, который, во-первых, показывает не как жертву какой-то мутации генов, да, не как объект, вызывающий презрение, а, безусловно, как селебрити, да, как родоначальника информатики, да, как человека великого, как человека, который победил нацистов, потому что фильм в некотором смысле показывает странную вещь, да, англичане победили немцев, да, то есть вот как-то так вот все получилось, да, благодаря им мы все здесь живем, да, вот такая какой-то политический, там, идеологический подтекст имеет место быть, и все благодаря Тьюрингу, да, благодаря его гене и так далее. То есть он селебрити, он явно в этом статусе селебрити. На фоне разного рода, да, там, либерализации нравов, естественно, он тоже селебрити, да, то есть у нас уже не феминизм, у нас какая-то другая генерация, да, вот людей решает этот вопрос. Безусловно, это человек, который представлен в ситуации классического фильма, вызывающего всегда большой коммерческий успех, это фильм о гениальных безумцах, например, на днях умер Джон Нэш, все знают, да, еще один гениальный человек, который болел в коронуи, и был нобелевским лауреатом, я думаю, что вы слышали об этом, фильм с Рассером Кроу, я думаю, вы тоже смотрели, Beautiful Mind, да, то есть это серия фильмов, которые, да, вот представляют таких гениальных безумцах. То есть в некотором смысле это абсолютно такой успешный коммерческий продукт, в центре которого, обратите внимание, вновь травматический опыт, исповедальный опыт, и наш уже стыд, да, то есть наш разделенный стыд, как же так, почему такой замечательный человек в течение многих лет был забыт, да, в каком-то смысле этот фильм, который, ну, не наш, а, наверное, английский стыд, да, как они могли довести такого чудесного человека до самоубийства по такой причине. Ну и, наконец, почему Камбербэтч? Ну, естественно, да, во-первых, значит, у него образ гениального социофоба, вот, то есть кроме того, что перед нами очевидные, да, переклички с другим считывателем ходов, да, с товарищем Шерлоком Холмсом, да, то есть у нас узнаваемая ситуация, и, конечно, у нас, я думаю, что все вы поняли, да, к чему я клоню, у нас фигура селебрити, да, у нас может исполнять селебрити только селебрити, да, и может говорить о травматическом опыте только человек, который снялся в целом ряде, да, романов или, там, экранизации фильмов с обязательным травматическим опытом. Я уже наблюдала такую ситуацию, когда, например, Ральф Пайнс, который исполняет роль, там, в списке Шинглера, затем, естественно, будет исполнять роль в частице, да, то есть фильмы, где у нас одинаковая, да, амплуа и вновь это сцепка, да, то есть необходимо приглашать человека, который стал знаменитым вот в этом контексте, в контексте, да, травматического опыта и так далее. Ну, наконец, последний, насколько я помню, слайд, и мне показалось, что это новости, которые я прочитала буквально позавчера, в Зигаре, или в Зеобзево, кажется, обзево, значит, новая версия у нас Магбета. Кто помнит о чем? Трагедия Шекспира Магбет, или Магбет. Ну, то есть, вы помните, ура, вот, ну, это шотландский такой у нас сюжет, в какой-то момент Магбет убивает, значит, вот, короля, да, и далее идет серия преступлений, у нас есть леди Магбет, медицинского въезда, то есть руки в крови, это понятно, да? Так вот, вы видите, что же пишет, какая у нас интерпретация 15-го года, то есть это вот то самое новье, в новой версии, причем Оскара, нет, получили Канн, в Каннах какой-то приз за эту версию, у нас Магбет страдает от посттравматического синдрома, то есть после того, как он потерпел поражение в одной из войн, он испытывает такой посттравматический синдром, да, такой вот этот вот PTSD, посттравматический синдром, что вот на этом фоне он убивает, значит, всех и вся. Представляете, оправдывается, да, таким образом оправдывается, переначивается вся драматургическая история. Ну и в каком-то смысле, да, вот современная культура, я, конечно, унтрирую, да, я, конечно, во многом заостряю такие вещи, которые меня поражают, это культура между ПМС, если мы берем, да, женское тело, и PTSD, да, и посттравматический синдром, либо то, либо другое, да, должно каким-то образом прозвучать, прозвучать, чтобы обнажить, ну, какие-то болевые, пронзительные точки человеческого существования. Увы, вот далеко ушли от Достоевского с его неразрешимыми рефлексивными проблемами. Но мне показалось, что это интересно, именно в том плане, насколько перевернут оказался, да, вот сам этот концепт исповедальности, открытости, искренности, насколько легко он был превращен в спектакль с такими накладными шрамами, с обязательным набором, да, сюжетов, которые должны быть ретранслированы бесконечно, да, и, конечно, взывать не просто к любви и пониманию, а к тому, чтобы этот человек, да, в какой-то момент проснулся знаменитым. Я не знаю, что вам пожелать, становиться селебрити или не становиться, но я так поняла, что показывать свои шрамы теперь уже не стыдно. Всего доброго.